Открытие Дней Российской Культуры в Иванове ознаменовалось приездом народного артиста России Олега Меньшикова. Вместе с ним прибыл Духовой Оркестр. 30 музыкантов во главе с известным актером представили ивановскому зрителю спектакль «Оркестр мечты. Медь». Меньшикова в Иваново приглашали на протяжении двух лет. Только сейчас к открытию фестиваля искусств удалось его заполучить. Я поздравляю вас, потому что Медь такой фестиваль, я обалдел, когда узнал, что 24 раза проходит. Значит, это людям нужно, потому что если бы он был не нужен, он бы исчез бы просто. А 24 раза, я вас поздравляю. Билеты на выступление Олега Меньшикова можно было приобрести по льготным ценам, начиная от 800 рублей. Желающих увидеть спектакль оказалось довольно много. В зале музыкального театра почти не осталось свободных мест. Среди зрителей были как просто интересующиеся культурные жизни региона, так и настоящие поклонники именитого актера театра и кино. Это кумир мой, ну можно сказать, всю мою жизнь. Вот, написал ему письмо, не знаю, получит ли, не жду ответа, но написал. Вот, очень люблю его, люблю все его фильмы, абсолютно все смотрелы. В оркестре «Мечты иметь» воплощена мечта Меньшикова выйти на сцену с духовым оркестром. Этот музыкальный спектакль по книге жизни актера, где он делится воспоминаниями, близкими и знакомыми для многих людей. Ну и как все начиналось, почему инструменты, почему я среди инструментов вообще. Вы знаете, как-то был мой очередной день рождения, мой приятель, артист из Санкт-Петербурга, позвонил мне, поздравил и пожелал. Сказал, Аняк, я тебе желаю, чтобы у тебя в жизни было как можно больше мгновений, которые бы ты хотел остановить. Ну прекрасно. Остановить мгновение, это прекрасно. Замечательное пожелание. Как его осуществить? Как зафиксировать мгновение? Как его забальзамировать? Причем со всеми запахами, звуками, ощущениями. Чтобы это были не такие милые пронавтолининые воспоминания, пожелтевшие фотографии в старом фотоальбоме. Нет, а так зафиксировать, чтобы с ними жить, чувствовать, спешить. В общем, идея мне понравилась. А как осуществить ее, я не знал. Так появился на свет оркестр мечты. В этой постановке театральные миниатюры перемежаются выступлениями оркестра, то лирическими, то зажигательными. Мы пытались несколько раз определить жанр того, что мы делаем, так и не определили. Поэтому это невозможно. Ну, один человек говорит, и оркестр играет. Поэтому это очень сложно определить. Я не могу сказать, что это театр, я не могу сказать, что это спектакль, я не могу сказать, что это концерт. Вот я не знаю, что это. Это что-то посередине. В программе 24-го по счету фестиваля искусств в Дни российской культуры будет еще много всего интересного. Главное – успеть приобрести билеты, которые с каждым днем становятся все меньше. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.